Нагрузка на голосовой аппарат Многие думают, что пропавший голос можно вернуть горячими напитками. На самом деле это не так. Пьем только теплый чай, в который, кстати, можно добавить ложку коньяка. Музыка Очень горячее горло никак не помогает, только вредит. Очень нужно мягкий раствор, либо для полоскания, либо теплое молоко с маслом, с медом. Ни в коем случае не горячее. Подогретое теплое вино. Например, своим студентам я настоятельно рекомендую при первом дискомфорте в горле, при первом же помазать горло люболем. Для лечения голоса подойдет раствор с йодом и солью. Таким нужно полоскать горло несколько раз в день. Еще один прекрасный бабушкин рецепт. Хорошенько измельчаем листок алоэ. Его можно покрошить ножом или прокрутить через мясорубку. Смешиваем с медом в равных частях. Чайную ложку этого сладкого средства следует держать во рту до тех пор, пока полностью не растворится. Вернуть потерянный голос поможет теплый шарф, желательно из чистой овечьей шерсти. Сделать водочный компресс на ночь. И голос, как правило, восстанавливается на утро. Если он очень сел, это очень поможет педагогам, очень поможет воспитателям детских садов. Если кожа очень чувствительная, водку можно разбавить. Если народные средства не помогают, значит повреждения довольно серьезные. В этом случае лучше срочно обратиться к специалисту. Восстановление сорванного голоса требует комплексного подхода. Врач пропишет не только медикаментозные препараты, но и физиотерапевтические процедуры. А также психотерапию, постановку правильного дыхания и упражнения, которые укрепляют голосовые связки. Субтитры создавал DimaTorzok